15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи. Приморские следователи провели этот день, что называется, в поле. Рабочий сезон в самом разгаре. Так, съемочная группа 8-го телеканала отправилась на Краснояровское городище, чтобы узнать, чем сейчас живут приморские археологи. В пяти километрах от Уссурийска на правом берегу реки Раздольной находится самое большое из обнаруженных на территории Приморья городищ Джурджений. На данный момент мы находимся с вами в зоне, где мы уже копаем с 2009 года. Тут находятся государственные мастерские. За моей спиной уже засыпаны аэроскопы, но вот с того времени мы начали изучать именно государственные мастерские по выплавке железа и бронзы. И здесь жили кузнецы, ремесленники, которые готовили и вооружение, и предметы, и вооружение, и какие-то сельхозорудия, и все прочее, все, что было связано с бытом и с железом. То есть здесь было наковальни, все. И почему мы говорим, что это государственные мастерские, а не просто надумники? Потому что они находятся в определенной зоне, в зоне, где внутренний город, и где у нас находятся государственные склады, которые мы тоже копали. То есть этот памятник для истории, наверное, не только Приморья, не только Дальнего Востока, имеет очень большое историческое значение. Джурджейни – древний народ. Среди их занятий было земледелие, скотоводство, ремесленное производство, а также торговля с Китаем и Японией. Развалины городов этого народа встречаются по всей территории Приморского края. Количество находок у нас собрано, то есть монеты, у нас большое количество опять интересного керамического материала пошло. И вот наконечники стрел, все, что связано с вооружением. Но я еще раз скажу, что мы в этом году просто заехали поздно, у нас еще все впереди. Только если говорить о том, что всего работаем две недели, глубина слоя у нас больше метра, мы сняли очень много, мы почти 500 квадратных метров уже раскопали. То есть зона у нас раскопа большая, глубина большая. То есть собран материал хорошая и перспективность раскопок в этом году будет у нас, я думаю, как всегда хорошая. Археолог – профессия романтическая. Едва ли найдется ребенок, который, читая о приключениях и дальних странах, не захотел бы попасть на настоящие раскопки и, конечно, найти что-нибудь интересное. Так даже нашей съемочной группе удалось найти монету, которой 800 лет. И какого веков находка. Прежде всего, китайцы, реколю проэробли. Вот у нее лицевая сторона с иероглифами, где респравление, по которому можно определить время отливки. Уже монеты не чканились, они отливались из бронзы специальной формы. Подробнее, какими новыми артефактами пополнилась коллекция, рассказал Андрей Михальченко, ведущий инженер сектора средневековой археологии, института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока «Девооран». Вот, например, пряжка. То есть это ременная пряжка с ремня. То есть то, что используется сейчас, то использовалось и тогда. Выглядит немножко по-другому. Но, конечно, корродировано. Но смысл точно такой же. Обоймица, язычок, шлевка. То есть все имеется. Это большое количество монет. Причем монеты были найдены, ну, сконцентрированы были в одном месте, в жилище, возле отопительной системы, практически, ну, в куче, скажем так, лежали. Там некоторые были разбросаны, но все равно они все были недалеко, все были как-то сконцентрированы. Монеты разного номинала, разного достоинства, разных девизов правления, использовавшиеся, отливавшиеся в разное время, но тем не менее имевшие ход длительный исторический период. То есть они не 10-20 лет там в ходу были, они сотнями лет продолжали ходить. В археологию невозможно прийти без призвания. В последние годы в стране возрождается интерес к истории Отечества. Выходит много пособий и монографий. Почти ни одно из них не было бы научно обосновано без данных археологии. Так Сергей Макеевский участвует в археологических экспедициях с 1998 года. Вот по поводу интересных находок, можно сказать, судьба мне благоволит. То, что я не зря оказался в этой экспедиции. То, что если что-то интересное есть, это достается мне. Но говорят, что самая находка важная, которую я совершил, это буддистский жезл, ваджа. Я, конечно, к нему так привык. Мне хочется что-нибудь... Это, во-первых, было давно. Во-вторых, мне хочется что-нибудь большое и посолиднее. Мне всегда говорят, да что, куда тебе больше? Ты же ваджу нашел. Археологи проводят в экспедициях очень много времени вдалеке от дома и родных в ограниченном кругу соратников и коллег. Алексей Анисимов работает звукооператором в Приморском театре «Кукол». Но уже на протяжении многих лет каждый свой летний отпуск проводит с археологами. У меня друг учился на ИСФАКе в ДВГУ. Просто пригласил сначала в качестве повара в свою экспедицию, чтобы им готовить кошель. И меня вот затянуло. Расскажите о жизни в лагере. Чем вы занимаетесь? Поскольку просыпаются. Просыпаются по-разному. Я, как повар, просыпаюсь где-то в полседьмого. Начинаешь готовить потихоньку. Остальные просыпаются ближе к восьми, к завтраку, естественно. Завтракают и идут на раскоп. У археологов полевой сезон нет ни дня свободного времени. В праздничный день они, как правило, находятся на раскопках, где и устраивают застолье. По словам Надежды Артемьевой, собирается большое количество людей. Они разводят большой костер и в таком праздничном режиме с хорошим настроением, с большим количеством народа справляют свой праздник. Археологи – люди дружные и преданные своему делу. Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.